Вот сегодня у нас 29 ноября 2016 года раннее утро сегодняшнего дня у нас все готовит под присмотром Володи и Никита. А Никита тер морковку, теперь терет морковку Володю, то есть мы чтобы взаимозаменяемость у нас была. Вот сейчас я покажу. На маленечко тут у меня сними, я покажу как кошка прыгает. Своя печка, держи-ка. Мне она прыжка два сделает. Вот я здесь сейчас могу замерить сколько она прыгает, на расстоянии прыгает, сейчас замерю ее. Раз, два, три, четыре, пять, ну метр тридцать, метр тридцать. А ей четыре месяца до четыре месяца. Куда она это сделала, подожди-ка. Вот она лежит. Сейчас я ее покажу. Вот она лежит. Сейчас я ее выману оттуда, она под скамейкой лежит. Подожди маленькая. Ну ты это большая, тебе что играть-то? Подожди. Мне хочется показать, как она прыгает. Опоздали маленькие. Вот она где. Ах, никак. Давай, вот она где. Вот смотри, смотри, смотри. Вот она теперь на эту вот. Она не видит где. Вот. Какие прыжки делает. А еще раз можно? Тренирую. Так, стоп. Ты дальше отойди, дальше отойди. Давай. Там валенки свалили. Да не в этом дело. Пошли. Так, теперь смотри, куда она пойдет. Сюда. Сюда. Так, 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 так. Метр тридцать. Четыре месяца пока нет. Вот она все время тренируешь, она знает. Это она туда лазит и везде чуть не по веревочке ходит. Ну что? Преподает вот залезет, оттуда лапой играет, а коробочка-то тут на два пальца все. Она по нее скроется и оттуда лапой учится на шорох. Здесь только одеяло. Так, смотри, покажу сейчас. Видите. Так, стоп, стоп. Теперь смотри, я это забрал. Раз. Вот я под одеяло маленько шевелю. Надо медленно-медленно. Так. Сейчас она под одеялом. Для нее это мышка как бы, она тренируется где-то. Ага, ага. Прямо туда попадает где-то. Ага. Ну-ка давай. Ну-ка вот сейчас под эту она как. Вот я ее тренирую, чтобы она умела прятаться. Смотри, дрессировка котенка. Ну-ка. Ну да ты-то пришла, чего тут мешать только. Ну-ка давай. Ну-ка. Я тут сюда завожу, а так раз. Вот она под эту сейчас должна залезть. Ну-ка давай. Давай, давай. Давай, давай. Вот она все. Ну-ка. Так, вот она оттуда теперь. Она со всех сторон должна понимать, где мышка есть, с какой скоростью она. А тут привели сегодня гликерию. Лето прошло, ни на сантиметр не подросла. Как так? А такое питание. Так заботятся плохое. Ну, опять к бабе Наде. А бабе Наде тут, я сказал, без моего разрешения не брать. Потому что я смотрю, какое у ней состояние здоровья. Тогда только разрешаю брать. Ну, вот такое дело. Еще ждем прибыль. Два человека должны к нам приехать. Утренняя молитва вместе будет. Котенок и то, сколько надо заниматься. Собака. Сергей Пупков занимается. Женщина одна жила. Его звать Павел. Он его, не знаю, знает или нет. Ну, развелись. Развелись это ничего не стоит. Он за нее колым не платил. Вено никакое. Вено называется там. Развелся. Оставил ей и ребенка, и собаку. А собака куда? Она не может. Большая собака немецкой породы. Восточноевропейской, правильно сказать-то будет. Ну, она ничего собака-то не знает. Она рвет из рук. Ну, она ему отдала. Видно, даром даже отдала. Куда? Иначе ее в ветеринарную лечебницу там усыпят. Укол дадут и сдохла собака. Ну, ничего не знает собака. Совершенно. Сергей занимается. Он кинолог настоящий. Собака эта с нами проехала всю Россию. От Владивостока и вниз, и вверх, и на север. Прошли Турцию, через Грузию, Армению, везде. И до Португалии, Скандинавии собака везде была ураган. Она стала чемпионом России, а потом чемпионом российской России. Собака под защитной караульной. Но и заниматься с ней надо. И дорога я ехал. И всегда ее тренировал, чтобы она не забывала это всего. Собака знает. А ребенок сколько требует внимания. Не просто работать. Вот у нас десять, наверное, детей живых было. Так, двенадцать детей. А отец инвалид войны. Он же сам косить не может. Мама все. И нас маленьких вот таких уже коса приучались. И все сами делали. Все. Как помню, колодца почему-то не было. Обвалился или еще и через дорогу. А поливать огурцы надо. Ну, а я-то там уже большой был. Наверное, в третьем классе. Ведра через дорогу несу. Мускулы какие пощупать. Разные тренировки. Там пасешь коров по деревьям лазишь. Сейчас какие-то квелые дети. Ты смотришь на них. В достатке живут и такие дохлые. Мне тоже что-то не досталось питанию. Все братья-то выше меня. А у меня метр семьдесят два только. И как-то уважение к родителям было. Ничего не знали. Никакой винальной инвестиции. Никаких там норм. Детский лагерь. Купались. Гальяна поймаешь. Тут же его выдаешь. Обмакнешь его в соль с собой там на машке. И в рот. Нет пистархоза. Ничего не было. Что, другая была погода? Ну да, другая. Многое изменилось. Но не настолько, чтобы жить нельзя было. Как Лев Толстой, крейсер Асанати, говорит. Спринсовку в рот только брать и ходить. И надеть на себя водолазный костюм. Везде зараза. Везде. Так надо заботиться не о том, чтобы всеобщая госпитализация была там. Диспансеризация. А чтобы человек жил в природе и не болел. Задача там вот в чем заключается. Сегодня все извращено. И вот надо ему там... У вас есть такие лекарства? У нас никто не болеет. Они этого не понимают. А вот отдельно там шкульки, которые... Для них отдельно надо там бетонные сделать. Куда... Зачем прятать? Деревню берут и свиньи съедают. Мусор, который есть, его надо вывозить. Ну нормы вывозить в городе. Мы живем в степи. Куда вывозить? Мы на костер увезли и сожгли. В пятницу костер, картошка. И те, которые стоят за этим наблюдают. Они то ли дурят, то ли что. Ну какие же нормы на исследование в воду? Ну живут люди, не умирают. Что надо-то еще? Вода чистейшая. И с этой водой капризничает. В пруду купались. Вот когда это будет сейчас? В 18-м году. Через два года будет 200 лет. 200 лет! Никто не болел. Посмотрели анализы. Какая-то палочка там какая-то... Я не знаю какая там... Желудочная какая палочка. Там бревна плавает и купались. Дети все время купаются. Мы купались. Никто не болел. Прям умышленно загоняет. Написали нормы. Нормы. Писал, конечно, тяжело больной физический человек. Он все под себя подгонял. Он болеет. Он пишет, что надо лечиться. Ну и лечись, пока не помер. Детей то зачем на это подгонять? Они купаются, ныряют, выиграют, плавают. Нельзя. Лошадь. А мы очень заразная она. На лошади ездить заразная. Да когда это было? Привязывается прямо... Лошадь у нас по теряевке. И привязана на бугре. На бугре. Ну, она... Лошадь-то. Ну, сколько она? Ну, три ведра мочи у нее не будет. Моча. Нет, это недалеко от пруда. А если эта моча попадет в воду, дети отравятся. Это то ли дурят, то ли в самом деле... Ты, говорит, что дурак такой от рождения? Или у тебя хромосом разных не хватает лишних? На бугре лошадь. И о них комиссия приезжает, краевая пишет. В пруду купаться нельзя, потому что лошадь недалеко. И она может подойти, она привязанная. И может оправиться. Мы купались, когда вся скотина, табун, зайдет лошадей на лошади. Едешь, плывешь там по пруду и все... Коровы там бывают, что и оправятся. Никто не болел. А как ухаживать? Лошадь чистое животное, она... Это не корова. Корова-то может опоила, а лошадь не будет, только чистая. И вот смотришь на все это. Мы-то родились здесь. И нас просто давили, давили, и лагерь этот убрали. Я с детьми занимался ни день, ни два. Прикиньте, 45 лет, это какой стаж? Какой опыт? Никому я не нужен. Опыт. За 45 лет ни один не утонул, как в Карелии. Ни один не отравился под капельницами. Он показывает, как в Хабаровске, там в Элисте. Но перечисляет, где это есть. Ни один не заболел, не стал хуже, только лучше. И детей привозят родители из года в год одни и те же. Если плохо, зачем бы они везли? Без помощи государства, повторяю. В среднем у нас было 189 человек за лето. В последнее время тут далеко ездить меньше стало. Ну и прикидывай, умножай на 45. Сколько будет? И ни похвального слова, мне не надо. Ну, Павел говорит, вам надвижало хвалить меня. У нас все так идет. Повторяю, я не нарываюсь. Благодать Божия сохраняла, не мы. Благодать Божия. Училась. Полное послушание детей. Как они одеты. Как в храме. Как они стройно ходят. Нельзя драться, обзываться там. Ну, в любом-то лагере, посмотрите. Я их называю другие лагеря. Гныники разврата. И вот даже я показываю на кошку, котенок. И сколько с ним надо возиться. Где? У нас никогда нигде не отправляются. Я их приучаю прям сразу. Они знают, куда ходить. Где? На ночь. Ветер дует туда. Там голуби. Пшеница. Они вахтовым методом. У меня три кошки здесь. Ну, еще быстро. На. Морковка готова. Все. Пошли обедать. Вот. Посмотри, он сейчас сделал. Вот он. Морковка. Это единственный продукт, который надо, так вот, делить на три части. Чтобы не я делил. Кто больше за компьютером, тому больше морковки. на самой такой, где она, вот, мелкой, вот это натирать. Два раза в день. Я за компьютером провел за 9 лет больше 30 тысяч часов. Ну, и маленько вижу еще. Вот Володя разделяет, и кому какая. Все. Какая моя? Вот это вот моя. Никита, вот. А это мне. Все. За стол молимся. Господи. Слава Тебе. Отче всех на Тебя, Господи, уповая. Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь Ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву Пречистоте Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Божью милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславися и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Освяти дары Твои словом истинной молитвы. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи и быть щедрыми на подаяние. Тебе, Боже, слава за все во веки веков. Аминь. И вот говорят, что едите? Ну, сейчас уже пост начал. Ну, пост легкий такой. Что у нас? Печеная тыква. Вот она. Не гляди, что она так непрезентабельно выглядит. Она очень вкусная. Вот селедка, наверное, да? Да. Сельдь. Сварили. Купили, да, сами? Да. Лук, чеснок. Видите, как? Два помидорчика осталось. Мы все еще не доедаем. Два. Больше у нас нету. Вот Надежда Васильевна приходит утром. Всегда, как правило, блины там то, пирожки какие-то спечет. Вот варили сегодня суп. Пожалуйста. Что тут? Ну, как, вермишель или как назвать-то маленький, с картошкой. Да. Простой. Никакого мясного. А у нас все время такое. Еще нет. Утром встали, сейчас за стол садиться просворы. Обязательно просворы. Садились за стол. Я сейчас только брал, уже не показывая, святая вода. Обязательно. У меня тут с глазом неладно, я промываю. Сам себя и не болеет никто. Все, садимся за стол. У нас все есть. А вот смотри, муку отдаем сестре Неаниле, и она печет хлеб. Печет сухарня, а другие вот такие вот они, пампушки. Мы их разрезаем, подсушиваем. Все у нас подсушенное. Видишь сколько? Вроде бы тут непорядок. Тут порядок. Это уже из тыквы семечки на следующий год сажать. Все, есть кому дать будет. Ну, все видно. А это раз с кошками возимся, это зернышки тыквенных семечек. Надо жевать их. И никакие ни глисты, ни апистархозы, ни гельминты нигде к нам не прикасаются. То есть надо входить в это дело и болеть не надо. Конечно, люди, которые посмотрят, скажут, ой, как у них тут. А у нас тут варенье, вот у меня варенье. Я вот спрошу, что у многих есть такое варенье, как у меня. Я не знаю почему, ребята, это моя ложка же. Ваша. Так. Я гляжу, вы варенье не берете, целую трехлитровую банку я тут делаю. Кто это? Черемуховое варенье. А мы другое берем. А не другое, а какой у вас? А тут не понятно, тут ассорти. Видимо, тут каренда, смородина, ну что-то такое тут. А я беру как, вот смотри. Это черемуховое, перемолотое. По одной ложке. Сразу раз. Вот как интересно. А у меня почему? У нее косточек много. Надо морковку скорее съесть. Наливаю, размешиваю пол кружки. Вот сейчас. Вот возьму. Показать это. Термоса у нас. Два термоса. Вот маленько. Тщательно перемешал, чтобы она разошлась. Она пока еще нет. По краям тут все это дело. И она уже начинает ее отсыживать. Эти косточки отдельно. И вот это вот выпиваю. Сейчас хлеб размачиваю. А потом еще раз маленько добавлю. Все чисто. Косточки выхты. А отдельно корень солодки. У нас корень солодки накопали. Другие какие-то там травы. Что у нас за травы-то еще тут на чай? Этот, как он называется? Богородица. Богородица. Богородская трава. Богородская трава. Богородская, да. Еще что-то там. Душица бывает. Душица, да. Понимаете, все по простоте. Вот это вот мне помогает для детского лагеря. Муку дают. Я муку даю в мешок. Не они или тут щукины. Болящие. И она печет. Вот это вот сама подсушивает. И нам хватает на неделю. Вот еще везде висят. Это сухари запасные. Кому бывает надо кому-то. Раз схватил, отдал. То есть жить надо красиво и интересно. Никогда не роптать. Никому не завидовать. Мы вообще никому не завидуем. Снег надо убирать. Ну, братья сразу раз и пошел. Приезжают кто на машине. Все дружно. Одна семья. Сейчас вот получили сегодня известие. На неделе приезжает Катя Тинникова. Она здесь думает остаться. Во славу Божию. Садимся.